Чё вы заебались со всеми раппатриотизмом? Сволочка! Это не для многих дорогих людей. А вот оно как у них по умному всё сделано. Класс! Боишься делать? Ну, здравствуй, Беларусь. Для жительства из Беларуси. Проиграл с Козиновинов от Шилов. Ну что, ребята, так вот просыпаешься утром, думаешь, надо проверить, сколько там я уже заработал денежек на Future Technologies Company. Вот список моих депозитов. Ну, эти 697 тысяч я уже давным-давно вывел и потратил. А осталось у меня ещё сегодня и завтра день. И действующие депозиты у меня на 513 тысяч. И заработал я уже на нём 707 тысяч. Вообще заработаю 750. Future Technologies Company – это компания, которая занимает заработок в искусственном интеллекте, блокчейн, криптовалюта, лучшие стартапы. Ребят, также они зарабатывают на ставках на спорт. Я сам в этом ничего не понимаю, поэтому уже больше полугода доверяю им свои деньги и зарабатываю. Если вы хотите так же, ссылочка на них в описании. Ребятня, доброе утро! Всем! Ребятня, привет! Так вот выходишь с эфирчиком. Эй-эй-эй! Литовский флаг висит. Вон там в окне на третьем этаже американский. Классный, слушайте, жилой комплекс. Таня сейчас правильно подметила, говорит, если бы мы в российский флаг вывесили, сказали бы, ну чё вы за ебали с всем ура патриотизмом. Ну люди не стесняются. Патриоты со стороны Литва, США, хоть даже в США, да, находятся в Литве. Всё равно нужно увешивать флаг Америки. Хочет да увешивать. Никто ему ничего против не говорит. Ебал он в рот ваше мнение. Вот и всё. Ну такое выражение. Только что нам сказал. Ну чё, делаем завтра, обжарим мишенку, едим санкционочку. Ммм, хуй блин. Санкционка, санкционка, санкционочка. Сейчас выезжаем до Минску. В Минске, если честно, что-то я подумал, до него ехать всего 180 км отсюда. А потом завтра мне с Минска 680 ехать до Москвы. Я что-то думаю, что она сегодня побольше проехать. В Минске, не знаю, может в Белорусскую Пушу заедем только и всё. И едем домой, потому что ну чё, чё смеяться. Год будем ехать до Москвы, чтобы там дела у нас как-никак вечно собирать. Всё, говоришь, завтракаем и выезжаем. Сейчас покажу вам, как действует схема аренды квартиры, апартаменты, точнее всего, на доверие. То есть как это происходило у нас вчера, когда мы заезжали. То есть подходишь, она тебе скидывает адрес точный. Здесь написано, где-то цифры должны быть написаны вот здесь, на гаражах. Ну, говоришь, подъезжаешь, она скидывает код. Ну, открыть калитку, ты открываешь калитку в двор. Также она скидывает номер подъезда. Ну, хозяйка, она, это хозяйка, скидывает фотки всех от калитки подъезда. Ну, здесь фотки не помню, потому что здесь реально, как в родине судьбы всё одинаково понастроили. Можно на канаденький случайно зайти в Санкт-Петербург, на третью улицу строителя. Как скучно мы живём. Ну, вот подъезд номер 5, здесь понимаешь. И номер квартиры на 183, то есть ты понимаешь, что да, это наш подъезд. Здесь набираешь тот же самый код. И ещё почтовый ящик. Чтовый ящик с номером квартиры 183, опять же. И в почтовом ящике уже достаёшь ключи, брелок от гаража. Единственное, подписывать надо, какая кнопка открывает роль ставни. Потому что я все тыкаешь, какая-то, короче, из этих открывает. Также уезжаешь, машину выгнал. Ну, дверь закрыл, квартиру машину выгнал, ключи бросил. Деньги оставил на столе за проживание. 35 евро. Нам это обошлось. Я считаю, я считаю, что это не для многих русских людей. Такой на доверии должен будет. Если сюда будут ездить наши люди, которые пытаются всех наебать, в плане того, чтобы не заплатить, там ещё что-то. Да, могли наебать, просто не заплатить и всё, у меня данных никаких наших нет. И мы сейчас уедем нахуй с лету и всё. Насрать могли там на столе бы. Нет, всё аккуратненько, мусор выбросили, брали всё чистенько. Деньги положили и поехали домой. Потому что, ребята, здесь совсем другой менталитет людей, никто никого не наебывает. Всё по-честному. Я не спорю, конечно, тоже есть большой процент, кто наебывает здесь, но всё-таки здесь больше процентов. Если брать Россию и Европу, то здесь в Европе больше людей, которые не наебывают. Россия наоборот. Везде, конечно, долбов хватает, но здесь в процент нет. Всё, мы двигаемся в сторону границы с Белоруссией. Граница Литва Белоруссия. Москва занят колоколом. По прямой 790 километров. Вот, 11 часов ехать, 908 километров. Но 11 часов это без остановок, 908 километров практически 1000. В принципе, могу я это осилить, могу. Ещё границу переходить сколько? Ну, границу сколько ещё переходить? И хотелось бы в Минске куда-нибудь заехать. Ну, а до Минска сколько у нас? Так, ехать, 190 километров, 20,5 часа. Поехали! Ну, видите, ребят, вчера мне рассказал товец Роландос, что вот зона контроля, видите, 6 километров написано. Зона контроля средней скорости. Посмотрите, камера на въезде в зону контроля, вот она висит. Не важно, с какой скоростью, она не смотрит скорость. Она просто фиксанула мой номер. Всё, я 6 километров, я в зоне контроля средней скорости. Средняя скорость здесь 90. Вот мы сейчас едем с вами, будем ехать 6 километров со скоростью 90. Рассказываю. Фишка в том, что вначале вот она фиксирует, что я заехал в мою машину, ну, скорость не фиксирует. И в конце, когда вот эта зона кончается, 6 километров зона фиксации контроля средней скорости, она фиксирует, когда я выехал. То есть между этими камерами компьютер засекает время моего въезда в зону контроля по первой камере и выезда. Соответственно, скорость разрешена 90 километров в час. Эту зону я должен проехать не быстрее, чем за 9. Ну, то есть, получается 90 километров в час, это один километр проезжаешь за полторы минуты. 6 километров умножаю на полтора, получается 9 минут. Если я проехал быстрее, чем 9 минут, значит, я ехал с большей скоростью, чем 90 километров в час. И вот так они фиксируют, то есть, и потом тоже там могут шрафы приходить. Я думаю, почему вроде камер нет, а почему все это, все телятся-то, потихонечку едут в этой зоне средней скорости. А вот оно как у них здесь по-умному все сделано. Так, ребята, у нас очередная граница. Литва-Беларусь. Ну, там была дурга таможня по-нашему, ну, по-литовски. По-нашему? Ну, таможня. Посмотрим, как с Беларусью у них здесь обстоят дела в плане в плане долгости, прохождения. Это граница? Граница, да. Сейчас мы туда подъедем и там будем считать. Это граница Беларуси сейчас будет? Класс! Ну, короче, стоим со всеми очередями. Беларуси стоят-стоят. Одна. У граждан Литвы, может быть, своя это. У граждан Евосоюза своя линеечка. Все, вот чередюшечка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы восьмые. Я думаю, недолго будет. Кстати, до границы мы ехали где-то минут тридцать, ребята. Вообще, смотри, Тань. Видишь, где красный квадрат Малежика? Сейчас только что-то проехала машина с русскими номерами, он там стоит. Я быстрее за ней. Квадрат кого? Ну, тебе неважно. Малежика? Я быстрее за ними. Там женщина стоит, разбираю. Я женщина говорю, это что, сейчас русские, что ли, едут? Она говорит, нет, это только такс-фри. У кого, говорит, такс-фри, тот, говорит, туда едет. Почему мы такс-фри не пользуемся? Возвращение налогов. Может, у меня ничего не сильно не покупали, да? Потому что мы еще... Только учимся. Мы еще слепые малыши. Мы только учимся. Птенцы. И там народу меньше. Ну, там они сразу проехали, и все. Класс. Вот, если честно, мы ехали сюда, правда, как слепые котята. Вот даже вспомните, первое видео, мы стоим, мы забыли Танины права. Мы не знаем, куда нам ехать. Я даже поехал не в ту сторону, получается, сначала меня выходит. Думал, что поеду по Минки, а ехать нужно было через МКАТ на Новорижское шоссе. Даже не посмотрели, какой там маршрут. Мы ничего не проработали. Мы просто поехали, знали точки. Что у нас точка, это вот Рига. Примерно между ними по карте посмотрел, что великие луки. Вот, значит, там будем спать, ну, этих в России ночевать, отдыхать. Все, едем. И здесь потихоньку у всех спрашиваешь. Здесь тем более все на русском разговаривают. Ну, не все, большинство. Что в Литве, что в Латвии, в Восточной Европе. И что самое главное, не бояться? Боишься? Делай. Боишься, делай. Ребята, еще раз хотим повториться, что Green Card, Green Card, это аналог нашей ОСАГО страховки для автомобиля. Без нее вас не пустят за границу. И могут не выпустить еще, ну, либо на выпуске штраф наложить. Стоит она вот на месяц, и на мою машину обошлась 4 700 рублей в Альфа страховании. То есть в любой страховой компании ее делают. Ребята, прошли границу Литвы. Все, нам поставили печати о выезде из Литвы. Теперь нужно пройти нам границу въезд в Беларусь. Ребята, пограничный контроль прошли. То есть это означает, все, нам беларусы поставили печати в паспорт, что мы въезжаем в Республику Беларусь. Осталось пройти нам мытню. Мытня на спине написана у людей. В форме это называется таможня. Ну, здравствуй, Беларусь. Так, и то, ребята, сколько мы проходили границу? В общей сложности часа полтора. Чего? Да, мы в 11.30 где-то были. А сейчас, правильно, сейчас же время час дня показывает. В 11.30? Да, начали. Вон о чем заговорили. Карусель, карусель, начинаем рассказ прокатить по нашей карусели. По кругу катаемся, пока навигатор. Да есть знаки, но поверьте. Ждем, пока навигатор загрузится. Но молодой мозг сработал правильно. Что Тавань сказал, пока грузится навигатор? Можешь уже по знакам ехать. Потому что это просто надо. Мозг-то включать. Минн 154 километра. Ой, что-то пошло не так. Я умне своего отца. Ученик предоставил учителя. Яйцо умне, блядь. Но. Ты моя яичка. Роминг, goodbye. Да, вот клубы у меня. Таня в мегафоне сейчас подключает. Мои симки появятся. Майя, какая у них валюта? Я не знаю. Зайчики должны быть, по идее. Беларусь, это нет. Это не Евросоюз. 10 евро. Узнаем, сколько бензин стоит. Все узнаем сейчас. Написал подписчик. Как его зовут? Федор. Федор написал, говорит, давайте в Минске вас драниками накормлю. А что драники же это? Их национальное блюдо. У них уже все с картошкой связано. Они даже дома из картошки строят. Комбайны из картошки собирают. Ребят, срочно нужны деньги. Но не у кого перехватиться. Так вот, ссылочки в описании. Там займы. Лучшие проценты, ребят. Самые маленькие проценты. И большой процент одобрения этих займов. Там можете брать от 1 000 до 80 000. В зависимости. Там 4 ссылки. Переходите, пробуйте. Подавайте во все заявки, ребят. Очень быстрая подача заявок. Так что нужны деньги. Ссылочки в описании. Обращайтесь. Перехватывайте. Направка Лукойл. Один в один, как в Москве. Также мини-маркет сейчас кофейку возьму. Заправляться не будем, потому что у меня еще 295 километров можно проехать. А до Минска ехать 136 км. О, пойдемте узнаем ценник на Бен. Ну, смотрите, как в России. В Лукойле в России буквально нельзя продавать. Здесь бери, пей, сколько хочешь. А в чем это у вас эти цены? Беларусь. А какой курс? Как рублей? Да, 30 рублей. Так, ну допустим. Давайте посчитаем. Бутылка водки какая у нас есть. В России не такой нет. Ну, вон, допустим, дикая утка. Что, 330 рублей, что ли? Ножить остались в Беларуси. Что, что? Ну, конечно. Это на противне здорово. В магазине дешевле. Да? Ну, вот бульбаш, допустим. То же самое, 30-30 рублей. А бензин, получается, сколько стоит в 95-е? 30 рублей. Нет, мне в рублях лучше. 51 рубль. Дороже, чем в России, 45 рублей. В общем, ребята, я все узнал. У них не зайчики, у них белорусские рубли. Курс 1 к 30. То есть их ценник нужно умножать на 30. Бутылка водки по их деньгам 11 рублей стоит. Бензин 1,66. В общем, бензин 51 рубль по нашим деньгам. Ну, дороже, чем у нас, но дешевле, чем в Европе. Это радует. Ну что, ребята, вот мы и в Республике Беларусь. А здесь какую нужно слушать музыку? Вот так, вышенькую. По дорогам, ребята, что хочешь сказать? Что дороги нормальные. В Беларуси вот сейчас мы едем, что это, Минская область. Да, в принципе, Московская область тоже в порядке. Это же столица. А вот в Литве, Влад, видите, вам скажу, что попадаются дороги бессмонтовые. И же, как у нас за Московской область. Хотя у нас все федеральные трассы, все нормально. Ребят, ну вот мы едем. Получается, Минск, Дицепс, Москва. Ты откуда? Я с Москвы. Вот откуда пошло это выражение. Могилёв, бред. Сфотаться хотим. Нас до Минска достало где-то 30 километров. Хотим сфотаться, ну, где-то ехать минут 40. И что встреча у нас, ну, будет там, в ресторане. Фёдор, короче, там-то встреча, назначил, ну, встречу в ресторане, национальной кухне. И мы сейчас, ну, запипим, что кто хочет, подъезжайте, мы проездом в Минск. Город-герой Минск. Въезжаем. Ребята, вот если сравнивать, вот сейчас, то, что я вижу по МКАДу, если сравнивать МКАД московский и Минский, то я скажу вам, что Минск такой более европейский городок и более уютный. Нет таких вот здоровых, там, этих зданий, там, как они, прям даже этими комплексами этих жилых, которые там по 25 этажей. Танюшка правильно, вообще, очень правильно заметила, да, Танюшка? Чем отличается в Минск от Москвы? Что пробок нет? Да, в МКАДе пробок нет. В Москве там КАД пробки стоят. Напишите, кстати, Минчане, пробки у вас сильные или нет, большие. Ну, а еще в Беларуси разрешены казино. Казино Vegas Renaissance Hotel. Точно европейский город в Европе, уже тоже в Литве, в Латвии казино разрешены. Только у нас в России проиграл в казино виноват Шилов. Ну, нас в России в натуре ищут, кто виноват, когда человек в казино, виноваты казиношники. Не сам, не сам кто играет, а виноват тот, кто там рекламирует. А я понял, что мне надо сделать. Мне надо переехать в Беларусь. Канал, ну, переключить на Беларусь. Спокойно так же, чтобы дальше продолжать сотрудничать с казино Вулкан. Да? Да? Кто там за дакать начал? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова